ВОЛКИ В СУДЕБНЫХ МАНТИЯХ 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 СУДЕБНЫХ МАЙДАНaja ВОЛКИ В СУДЕ TokI БАЛЬКИ В ПАКА ИЛН and YA ВНИ ЗОНИ ЗОНИ ДОСЯГАЕМОСТИ ПОВЛАЖЕНИЕ В ЗАСУДЕБНЫyang ЦЕРИЦЕЙ СУДЕБНЫХ МАЙДАНКИ ВОЛКИ ВСЕ ПО ВІДВАТИ ВОЛКИ ВОЛ dari С spiderUN СУДЕБНЫХ МАЙДАНА В them Создали специальную комиссию, которая оценивала прежние решения служителей Фемиды. Активистам тогда дали всего 6 месяцев на то, чтобы пожаловаться на незаконное преследование. Успели единицы. И жалобы потерпевших майдановцев, и выводы комиссии по судям изучает Высший Совет Правосудия. Но там нарушений пока не увидели, поэтому ни один из тех, кого обвиняли в преследовании активистов, так и не осужден. А максимальное наказание, которое суди получили, это увольнение. Но и таких только 10%. Игорь Луценко один из тех, кто до сих пор ходит на судебное заседание по событиям тех времен. Говорит, те, кто тогда штамповали преступные вердикты, продолжают вершить правосудие и получать зарплату. Только 5 дел направлено в суды. Среди них и одиозный ВОУК Царевич Китюк. А по сутням других персоналей уже истек или почти истек срок давности. Кроме того, часть этих людей уже давно за границей. К примеру, судья-баночник Чаус. Ведь он тоже в списке антимайдановцев. Но не сделали. И теперь рассчитывать на прогресс не стоит. В стране временный правовой коллапс, говорят эксперты. Новые и старые правоохранительные ведомства не могут поделить полномочия и решить, кто же должен в дальнейшем заниматься судьями Майдана. А это значит, что любые решения, те с легкостью оспорят в европейском суде. Инна Томина, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. И уже фактически ритуальное интервью на этой неделе дал Сергей Горбатюк. Глава департамента спецрасследований генпрокуратуры, который как раз и отвечает за все майдановские дела. Ну, примерно одно и то же он говорит каждый год. Объясняя, почему приговоров так мало. И обвиняет уже привычно всех. От своих коллег по прокуратуре до судей. Вот как раз о судьях в этом году Горбатюк сказал кое-что интересное. Представьте себе, даже те судьи, которых отстранили за незаконные решения по Майдану, могут вернуться на работу. Потому что процедуры по их увольнению были проведены так, что если не в Украине, то в ЕСПЧ их легко оспорить. По оценке Горбатюка, всего таких судей более ста человек. Любопытно, что еще три года назад в Украине предлагали создать специальный трибунал с новыми судьями, который занимался бы преступлениями против Майдана и деятельностью Януковича. Говорил об этом Валентин Наливайченко. Трибунал тогда не создали. Ну, и справедливых приговоров до сих пор не видно. А вот сейчас еще можно пойти по такой схеме с новым специальным судом. Или шанс уже упущен. И остается надеяться только на существующие суды. Мы задали этот вопрос самому Наливайченко, и вот что он ответил. Адвокаты Небесной Сотни, адвокаты и других жертв Революции Гидности, которые брали участь тогда, все вместе с нами в сечне, в лютом 2014 году, до этого в 2013 году. Все они волают и требуют справедливости. Справедливость может и мать быть установлена на открытом суде, на открытом трибунале, где должны быть проведены все проведения, заслушанные и показанные украинцам. И всей святовой спорте все доказы собраны. Все свидетели, все обвинувачены. В виде величайного, но открытого, и такого, знаете, справедливого процесса, судового процесса в нашей стране. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утверждают, это наиболее комплексное реформирование за минувшие 26 лет. Назначил президент и первого директора Госбюро расследований. Эпопея с поиском руководителя для нового следственного органа продолжалась уже несколько лет. И вот, наконец, стало ясно, кто же должен запустить в Украине этот аналог американского ФБР. Напомню, ГБР должно забрать следственные функции у прокуратуры и привлекать к ответственности за преступления должностных лиц, которыми по закону не может заниматься НАБУ. Кстати, преступления детективов и руководителей НАБУ – это тоже ответственность ГБР. Директор этого нового бюро Роман Трубан уверяет, что сможет обеспечить принцип неотвратимости наказания. Но жаль, конечно, что при этом не уточняет, когда же Госбюро все-таки заработает. Я щиро желаю, чтобы эта реформа, которую я инициировал, действительно, была ключевый показатель доверия людей. Что те, кто сказал за злочин, есть покороны. Что никаких политических, экономических или других причин порушивать справа или закрывать справа у нас нет и не будет. Ну а старое бюро НАБУ сегодня разразилось очередным громким обвинением. На этот раз взятка детективам – 800 тысяч долларов. Взяткодатель рассчитывал, что за эти деньги детективы прекратят расследование производства, по которому уже арестовали 450 миллионов гривен на счетах одного из предприятий. Генпрокурор на своей странице в Фейсбуке назвал фамилию взяткодателя. Якобы деньги предлагал Вадим Альперин, одесский бизнесмен. Юрий Луценко называет его известным контрабандистом. Схема взятки типичная – через родственника. Напомню, арест этих 450 миллионов – это результат совместной спецоперации фискальной службы и НАБУ по борьбе с контрабандой. Две недели назад фискалы разгромили десятки одесских фирмододневок, которые годами поставляли товар из Китая по заниженной цене. Еще один коррупционный куш – 600 миллионов гривен – могут сорвать городские власти Харькова. По крайней мере, так считают в Харьковском антикоррупционном центре. Там подсчитали, сколько может заработать фирма, которую связывают с мэром Геннадием Кернесом. Сфера транспортная. Городские власти недавно отдали этой фирме исключительное право администрирования электронных билетов. И по подсчетам антикоррупционеров за 10 лет выручка этой фирмы составит 625 миллионов гривен. Неплохо, правда? Это всего лишь на билетиках. Ну вот это все, о чем мы сейчас говорили. Истории все-таки политизированы. В общем-то, как бы это цинично сейчас не прозвучало, но объяснимо, почему, например, этот очередной харьковский коррупционный куш или громкие расследования НАБУ могут еще долго не дойти до приговоров. Но абсолютно необъяснимо, почему затягиваются суды даже по таким делам, как пожар в детском лагере Виктория в Одессе. Казалось бы, ну чей в этом может быть интерес? И это не единичный случай, это уже система. Елена Зорина продолжит тему. Сотни квадратных метров в огне. Пашины! Они не слышат. Сюда, пашины! Люди в дымовой ловушке. Голоса, голоса, голоса держит. Пламя беспощадно уничтожает детские лагеря, базы отдыха, гостиницы и рестораны. Чула выбух, а потом спрацевала сигнализация. Поджог или несоблюдение правил пожарной безопасности? Почему тянут с расследованием таких дел? И кто в итоге оказывается на скамье подсудимых? Могут найти стрелочников. Действительно виновные, которые должны быть наказаны, не понесут наказание. Такие дела начинаются гучно, начинается великий суспольный резонанс. Когда передается до суду, много этих ошибок выходят на зовні, и судья просто остается змушеним принимать хотя бы какие-то решения, даже если видят, что человеку не можно признать виновной. Действительно, нет у них? Нет, я не знаю. Эта история потрясла всю Украину. Ночь на 16 сентября. Одесса. Горит один из корпусов детского лагеря «Виктория». Мне кажется, что просто рядом никого не было. Это все. И никто их даже и не спасал. Просто их забыли. В деревянном корпусе 42 ребенка. Пожарной сигнализации нету. Руковов нету. Пожарного водоема нету. Чтобы спастись, дети выпрыгивают из окон. Так было и с 11-летней Олей. Теперь девочка вместе с братом заново учится ходить. У юной танцовщицы компрессионный перелом позвоночника. Корсет снимают разве что на ночь. Она спала. Ее разбудили и сказали прыгать, потому что лестница была отрезана. Периодически рассказывает мама. Оля вспоминает о событиях той ночи. Она слышит запах огня, слышит запах пожара. Я хочу просто, чтобы больше никогда такого не повторилось. Вот моя девочка. У нее было столько планов. Для Снежаны Арпентий, Софии Мазур и Насти Кулинич эта смена в лагере стала последней. Мы хотим, чтобы за это виновные понесли наказание. Разве мы многого хотим? Для нас, для всех родителей погибших девочек важно понять, кто виноват в причине пожара этого, из-за чего он произошел. Почему на момент пожара никого из взрослых не было в корпусе, что более старшие дети спасали этих деток. Почему не сработала сигнализация? В деле сейчас четверо подозреваемых. Вице-мэр, руководитель райотдела госслужбы по чрезвычайным ситуациям, воспитательница, отвечавшая за пожарную безопасность, и директор лагеря. Двое последних сразу оказались в СИЗО. Но в начале сентября воспитательницу Наталью Янчик выпустили под поручительство нардепов. К середине ноября вышел на свободу и руководитель Виктории Петра Саркисян. Тогда почему же погибли дети? Почему здание, куда местные чиновники якобы вложили миллионы на установку новейшей системы пожарной безопасности, так быстро выгорело? Почему лагерь, где два года находили нарушения, не закрыли? И главное, почему тянут с расследованием, а подозреваемых отпускают? На скамье подсудимых не те люди. Как только начинается вопрос о привлечении чиновников к ответственности, сразу же, в общем-то, либо перекладывают стрелки на кого-то другого, на воспитатель, например, либо же пытаются каким-то образом похоронить дело. Забыть о громкой истории, уверяют эксперты, можно по-разному. Мог, к примеру, затягивать суд, для этого слечь в больницу, исчезнуть за границей или начать договариваться. Пытаться как-то откупиться, договорить. Какой из этого всего результат, что человек потом приходит в суд и говорит, что у меня, в общем-то, претензий нет. Может быть, какая зацікавлена сторона, в том числе и той же самой правоохоронцей, которым не цікаво, чтобы их проколы были видны швидко. Может быть, теоретично, шансы отримать умовный термин покарания. Трагедия, о которой долго говорили даже в высоких кабинетах, а теперь, похоже, забыли. Конец мая прошлого года. Село Леточки под Киевом. Теперь о страшной трагедии в доме престарелых под Киевом напоминают лишь вот эти лампадки и огнетушители. Сильный пожар унес жизни 17 людей. От здания остались одни руины. Для местных это строение напоминание об ужасном. Дети даже мимо сгоревших обломков проходить боятся. Взрослые не на камеру говорят, руины давно пора снести. Соседи вовсе желают забыть эту историю. Вы снова начинаете ворочиться. Вам и так важно пить. Все, все, до побачения. Хозяин здания, он же директор нелегального дома престарелых, Олег Дмитренко сразу был арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Своей вины не признал, но родственникам по сочувствию. Мы будем допомогать, чем сможем и как сможем. А спустя полгода Дмитренко оказался на свободе. В селе не показывается. Где он сейчас, неизвестно. Почему здание сгорело до сих пор не знает никто? В областной прокуратуре нам лишь сообщили дело в суде. Но по существу спустя полтора года его так никто рассматривать не стал. Ближайшее заседание назначено на конец декабря. Будут ли претензии у родственников, остается только догадываться. Тем временем в самих леточках только слухи о причинах пожара. Кто от телевизора, кто от телефона, сказал. Хозяин кто такой, вот строить, да и все будет добро. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Андрей Анастасов, Мария Тарасова и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер. Итак, что делать с судьями и когда расследования даже громких дел в Украине не смогут спускать на тормозах? Обсудим с нашими гостями. Сергей Мищенко, народный депутат, член комитета Верховной Рады по правовой политике и правосудию. Приветствую вас, Сергей. Здравствуйте. Добрый вечер. И Валентина Телеченко с нами сегодня один из самых известных украинских адвокатов. Здравствуйте, Валентина. Спасибо, что пришли. С вас давайте и начнем. Мы сюжет с вами только что внимательно смотрели, даже начали обсуждать. Вот если даже такие громкие дела, да, за которыми следит вся страна, которые вызывают шок и ужас у всей страны, спускают на тормозах, по вашему ощущению, это уже дно судебной системы или еще есть куда падать ей? Ну, вы знаете, проблемы мы имеем сегодня очень много с судовой системой, но не сомневаюсь, что эти проблемы будут еще и завтра, и послезавтра. И очень быстро результат судовой реформы, а, в частности, позитивный результат, не прийдет к нам. Это еще длительный час будет. Кроме того, если мы говорим о том, что какие-то дела не закончаются с подобными выроками, то нужно всегда помнить, что не всегда это следует каких-то незаконных действий судов. На жаль, общество не имеет возможности, даже, где больше, оценить, какие материалы зайшли к суду и из каких доказательств выходит в суд, когда постановлял тот или другой вырок. Это свидетельствует о непрофессионализме наших судов или о том, что им уже просто, ну, в общем-то, знаете, абсолютно все равно, лишь бы деньги чьи-то отработать, и они даже не защищать за собой хвосты. Вы знаете, все есть. Есть и проблема с непрофессиональностью в Украине, низкий фаховый уровень следователей, прокуроров и так далее. Есть эта проблема, не можем ее заперечивать. Есть проблема непрофессиональности судов также, ну, и, конечно, коррупции. Сергей, ну вот все сейчас, многие говорят, ну, наверное, вся Украина уверена, что у нас суды и коррумпированные, и непрофессиональные, и с низкой квалификацией. А примерно сколько таких судей в Украине, вот по вашей оценке? Ну, знаете... Сколько людей можно подготовить, чтобы запустить новую свежую? Да, вона невдячна. Говорите, сколько трех, половина, или всех. Питание в том, что все наши люди ожидали, что от так называемой этой реформы доступность к этих судов будет увеличена, и человек может действительно свои права защитить в этих судах. Но, на жаль, мы видим наоборот, когда сейчас этот новый закон, вы знаете, был подписан и проголосованный Верховной Радой, то для обычной человека, вообще, этот суд стал недосяжным. Потому что, кроме судовых сбороков, увеличения, за каждую ошибку, которую человек в своей позывной заявке сделает, нужно платить. Например, заставу, нужно давать заставу велику для того, чтобы он мог вернуться к суду. То есть, эта реформа говорит про одно, что люди, которые ее сделали, они живут в каком-то параллельном, другом мире, чем другие люди. Потому что они сделали реформу только для многих. Сергей, ну, по-моему, вот все-таки, вы извините, но еще рано, по-моему, оценивать все-таки. Нет, чего, ее можно сейчас оценивать. Профит от реформы. Все-таки ее только подписали, да, с одной стороны. Набора, как нацполицию большого по всей стране судей не было. Вы понимаете, когда раньше, чтобы можно пойти и оскаржить решение до суду, обычному гражданину по пенсии, по пильгам, по влаштованию на работу, про звольнение, по альментам, по всему другому, нужно было заплатить немалые гроши. А сейчас можно будет еще больше. Валентина, ну вот вы, когда отвечали, говорили о том, что не верите. Я правильно понял, что в ближайшее время ситуация может измениться? Нет, я не то, что не верю. Я просто понимаю, что еще нужно будет много времени. Вот, в основном, продолжу тезу нашего співрозможного. Ну, а сколько времени примерно? Ну, я думаю, что это возьмет не один год, это годы возьмет. Три, пять, в лучшем разе. Вот, задачей реформы, одним из задачей реформы было развантажить суды и суддей. Но, на самом деле, их развантаживать было бы не столько с увеличением судовых сборов, штрафов и тому подобное, сколько с изменой функций повноважений ответственности нотариусов, адвокатов и так далее. То есть, какие-то мелкие вопросы отдать на решение нотариуса, но, в принципе, и людям это было бы удобнее, я думаю. Конечно, чтобы разлучиться, если у тебя есть детей, то не закончить до суду, потому что нет случаев, когда суд не разлучил в разе небожания жить в подружке одного из подружек. Так же установление юридических фактов. В свидетельстве про одружение особи 40 лет назад написали неправильно по-батькову, чтобы установить, что это эта особа, ты должен идти до суду, платить большие деньги. А пенсия не позволяет, потому что, в таких случаях, увеличение функций, увеличение ответственности, и это бы развантажило суды. Как по мне, здравая мысль. Сергей, скажите, пожалуйста, часто звучит такое мнение, мнение экспертов, что Украина пока еще не может финансово себе позволить честную и независимую судебную систему в стране. Это зарплаты судам, зарплаты сотрудникам судов, да, чтобы людям просто не хотелось брать взятку. Как вы можете это прокомментировать? Вы знаете, если зарплата в 100 тысяч в Верховном суде, да, то, если это маленькая зарплата, ну, я извиняюсь, у нас там, после так называемой пенсионной реформы, люди получили по 5-100 гривен, надеялись, что им в два раза больше, они не могут теперь за эти 5-100 гривен пойти до суду, заплатить судовый сбор. А мы говорим про маленькие зарплаты в судах, да, в районе, больше чем в 10-20 раз больше, чем у пенсионера. Я вважаю, что только политическая воля, потому что я погодюсь действительно, что то, что хотели развантажить грошами, они это сделают, потому что недоступность будет. Про то, что эти обычные дела, можно их решить буквально за один день другими службами, другими органами, не подающие справы до суду, то то другим шляхом можно это было сделать. Но почему-то все пошли через три складовые. Это деньги, деньги и еще раз деньги. Понятно. Валентина, нужно на ваше экспертное мнение, как адвоката очень сильного, Сергей Горбатюк в своем интервью сказал, я уже рассказывал сегодня об этом зрителям, что даже тех судей, которые когда-то принимали незаконные решения по активистам Майдана, сейчас увольняют через суды специально так, чтобы они могли восстановиться в ЕСПЧ. Это возможно? Ну, я не думаю, что сам Европейский суд допоможе судям поновиться, потому что тривалясть розгляда скарг в Европейском суде очень большая. Больше того, очень незначный процент скарг, которые подходят к Европейскому суду, суд все-таки рассматривает. Но то, что существует цеховая солидарность между судьями украинскими, конечно, она существует. Конечно, что было допущено порушение при звольнении окремных судов. Я считаю, что общество дальше имеет инструменты тиснуть, чтобы те суды, которые принимали неправосудные решения, або такие решения, потому что неправосудные еще нужно довести, або такие решения, которые не понимают общество и смысловны с точки зрения их законности, даже если нет процедуры оскаржить выше и скасовать эти решения, чтобы такие суды не могли остаться дальше на своих рабочих местах. Очищение, как бы началось, у нас изменилось больше третины склада судового корпуса. Но, на жаль, пошли лучше те, кто не хотел подставлять свое сумление под разные выпробования реформами. Понятно. Спасибо вам за то, что нашли время при присоединении к нашей программе. Валентина Тельченко, Сергей Мищенко были гостями подробностей недели. Мы с вами продолжаем. И вот о чем будем говорить дальше. КОМУ ГРАНИТСЯ Помните, на прошлой неделе силовики отчитались о масштабной операции по борьбе с контрабандой в Закарпатье? Десятки обысков, сотни правоохранителей, даже авиацию привлекли. Выглядело очень впечатляюще. Рассказывали даже о том, что наконец-то прикроют схемы с приватизацией участков госграницы. Но, что в результате? Оказывается, даже за решетку отправить некого. И знаете, это очень характерный пример. С контрабандой у нас вроде бы ведут активную борьбу, но Украина все равно остается одним из европейских лидеров в этом незаконном бизнесе. Например, одних только сигарет. В прошлом году украинцы переправили в Евросоюз почти 6 миллиардов штук. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что контрабанда – это уже одна из базовых отраслей украинской экономики. Пусть и теневой. Марина Коваль, о схемах на нашей западной границе. Для контрабанды все способы хороши. Сигареты замуровывают в кирпичи. Или прячут в торт. Почему бы и нет? Вот в этот сладкий подарок поместились 103 пачки. Ну а тайник в колесах машин – это уже контрабандная классика. А это – свежий улов таможенников. 20 тысяч пачек на 2 миллиона гривен. Сигареты спрятаны в тонкие доски. Аккуратно – блок к блоку. По документам водитель вез товар из России в Европу. Производство контрабандных тайников уже стало чуть ли не промышленной отраслью. Эта фабрика работала в Ужгороде. В одном цеху упаковали сигареты в рулоны с линолеумом, в другом – прятали в бетонные трубы. Но тайники нужны не всегда. Их используют, когда везут контрабанду через пункты пропуска. Но кроме легальных переходов, есть секретные тропы. Село Вилок находится у самой границы с Венгрией. Здесь летом пограничники нашли хранилище сигарет. Полмиллиона пачек в обычном сельском доме. Это типичная схема. Крупные партии сигарет свозят в пограничные села. Здесь их разделяют для отправки за границу. Говорить в открытую о контрабандном бизнесе в селе, конечно, не принято. Я не знаю, что это контрабандисты, я не знаю, чем они занимаются. Вилок и граница проходят по окраине села. Вот она, между этими двумя столбами. За деревьями – крыши уже венгерских домов. Расположение более чем выгодное. Евгений Рахимов – местный активист. Темой контрабанды занимается давно и хорошо знает иерархию в этом бизнесе. Говорит, в пограничных селах все контролируют авторитеты, верхушка местной пирамиды. Но разрешение заниматься контрабандой получают свыше. Это здешние бизнесмены или депутаты. Именно они и вербуют остальных. Контрабандой, в принципе, занимаются местные жители, которые знают абсолютно всю территорию, топографию. Тут категория, начиная, ромского населения проживает. Их беспосредственно выступают, скажем так, носильщиками за, соответственно, брошевую нагороду. Носят сигареты на себе ящиками в одном 50 блоков. Вес 17 килограмм. По слухам, за перенос одного ящика платят от 500 до 1500 гривен. Цена зависит от местности. Зазвучай, это, скажем так, люди, которые добрые физически подготовлены, то есть, которые способны, соответственно, вагу на себе, скажем так, взять и, соответственно, веку среднего. То есть, так, от 16 до 30 лет. Кроме носильщиков, в бригаде есть фишки. Люди, которые наблюдают за пограничниками и подают сигнал, когда граница свободна. У них есть и прилады ночного видения, и бинокли, и даже подселивающие звуки, когда они на значительных отстанях могут прослуховывать, что происходит на границе. А если пограничников нельзя отследить, от них можно спрятаться. Под землей, в тоннелях. Вот такой длиной в 700 метров работал под украинско-словацкой границей. Вход был в подвале обычного дома в Ужгороде, а выход прямо на территории словацкого предприятия. Этим тоннелем по приблизительным подсчетам переправили сигарет на 50 миллионов евро. Но там, где большие деньги и большие риски, доступ к контрабандному бизнесу иногда стоит жизни. Перестрелка в Мукачево летом 15-го – самый яркий пример борьбы за контрабандные потоки. Август 16-го – на заправке в Салотвино вооруженные разборки устроили две группы контрабандистов. Один погиб. А это еще одна жертва контрабандистов. Анатолию было 33. Фото единственного сына показывает его мама. Елена Васильевна уверена, сына убили местные контрабандисты. Прошел почти год, но никто не наказан. Дело до сих пор в суде. Мы пошли к дому, где живет Иван Магий, на которого указала Елена Васильевна. Сигареты, янтарь, лес. Переправка нелегалов. Это главные контрабандные потоки, которые текут из Украины в Европу. Этот четко структурированный бизнес приносит миллионы. Кормит и безработных местных жителей, и киевских чиновников в высоких кабинетах. Это безусловно много миллионов жилого дохода для всех. Как для службы безопасности в Украине, для прокуратуры, для прикордонной службы и так далее. Поэтому это определенная градация хабарницкая, которая действует уже много лет. А это значит, что никто не будет закрывать настолько успешный бизнес, который удобно расположился в тени секретных троп, подземных тоннелей и круговой поруки. Марина Коваль, Жанна Дучак, Юрий Ковалев, Зиновий Автонас. Подробности недели. Телеканал Интер. Закарпатская область. И вот буквально сегодня в Закарпатской области СБУ предотвратила ввезение в Украину большой партии контрабандных сигарет. Во время осмотра двух грузовиков на таможенном посту ТИСа правоохранители обнаружили 3000 коробок табачных изделий. На черном рынке их стоимость около 22 миллионов гривен. На этой неделе наконец-то были заполнены вакансии в наблюдательном совете Нафтогаза, украинского газового монополиста. Решение о назначении новых членов принял Кабмин. Теперь в НАП-совете из старожилов остался только Владимир Демчишин. А пришли в эту структуру 6 новых членов. Граждане США, Канады, Франции и Великобритании. И еще двое наших соотечественников. Эти назначения, по словам украинских чиновников, были согласованы с представителями Европейского банка реконструкции и развития. И одной из тактических задач, которую Кабмин таким образом решил, стала подготовка к получению Нафтогазом нового кредита от ЕБРР для закупки газа и закачки его в подземное хранилище. Впрочем, газовая тема в украинской политике на этой неделе не ограничивалась только назначением нового НАП-совета Нафтогаза. Говорили еще и о продолжении преобразования монополиста. Напомню, реформировать Нафтогаз политикой обещают уже давно, но всякий раз продлевают ему жизнь. Премьер Владимир Гройсман обещает прекратить эту практику. Премьер Владимир Гройсман обещает компанию за найвищими европейскими стандартами управления, належного корпоративного управления. Ну а курс самого Нафтогаза похоже на деньги. Вообще о них там любят поговорить. Например, на этой неделе хвастались, что налоговые поступления от монополиста покрывают аж 15% доходов госбюджета. Только за 10 месяцев этого года Нафтогаз перечислил в казну 95 миллиардов гривен налогов. Впрочем, пиарщики монополиста не объясняют в своих пресс-релизах, что без столь высоких тарифов не было бы и настолько высоких налоговых отчислений. Умалчивают они и обычно о высоких выплатах, премиях и зарплатах, которые Нафтогазовое начальство себе установило. И вот снова премии. Точную сумму в Нафтогазе не называют, но это точно миллионы гривен. Например, по данным экономической правды, глава компании Андрей Коболев мог получить премию в размере годовой зарплаты. Это 19 миллионов. И вот заметьте, у нас в стране появилось уже целое новое сословие людей, которые стали богаты благодаря бюджету. Зарплаты, премии, госкомпании и банки. Кому еще, кроме начальства Нафтогаза, повезло получать по-настоящему хорошую заработную плату? Посмотрите в нашей справке. Кому в госсекторе работать хорошо? В Украине с весьма скромными социальными стандартами есть каста избранных. Тех, кто получает вполне себе европейские оклады в сотни тысяч гривен. К примеру, топ-менеджеры Нацбанка Яков Смолей и Екатерина Рожкова получают более 200 тысяч гривен в месяц. Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский 330 тысяч, а его замы в среднем по полторы сотни. Для сравнения, зарплата обычного почтальона 3,5 тысячи гривен. Еще один государственный толстосум – член Высшего совета правосудия Алла Лисько. В ее декларации указана зарплата более полумиллиона гривен в месяц. Но возглавляет этот рейтинг председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Его голый должностной оклад – более миллиона. Это без надбавок и премий. А вот наши министры получают из казны куда более скромные суммы – несколько десятков тысяч гривен. У депутатов примерно 16 тысяч. При этом у работников аппарата парламента зарплаты куда солиднее. У исполняющего обязанности главы – 100 тысяч. Нардепам обидно, а поэтому уже зарегистрировали законопроект о поднятии жалования самим себе. Но не зарплатами едиными. Даже хорошую зарплату всегда можно улучшить. Рецепт простой – премия. Более чем на сотню тысяч гривен выписала себе поощрение глава НАЗК Наталья Корчак. А на этой неделе появилась информация о доплатах миллионерам на государственном попечении. За победу в первом судебном противостоянии с «Газпромом» в Стокгольме руководители «Нафтогаза» выплатили сами себе премии. Сколько именно, в НАК не признаются. Но по данным СМИ это многомиллионные суммы. И еще одна новость одновременно и о деньгах, и о топливной сфере. Цены на бензин в Украине достигли исторического максимума. Некоторые виды топлива уже стоят дороже 30 гривен за литр. Даже в период резкой девальвации гривни зимой 2015-го бензин не поднимался в цене настолько. Кстати, недавно уже пришлось ухудшать официальный прогноз инфляции на конец этого года. И если цены будут расти вот так дальше, наверное, и 12% рост инфляции не ограничится. Об Украине сегодня говорят в Брюсселе. Там состоялся очередной саммит Восточного партнерства. Очень представительное собрание. И сразу две серьезные интриги для нашей страны. Во-первых, обещали обсудить масштабную программу финансовой помощи для Украины. Так называемый «Новый план маршала», который лоббирует в Евросоюзе литовские политики. Во-вторых, перед саммитом состоялась дискуссия о том, какие пункты могут быть внесены в итоговый документ. Поговаривали даже, что европейцы могут вписать и перспективу членства в ЕС для Украины. Чем же закончились переговоры столицы Евросоюза, узнаем у Елены Абрамович, нашего европейского корреспондента. Она сейчас на связи со студией подробностей недели. Лена, рад приветствовать. Скажи, о чем удалось договориться сегодня и кто представлял Украину на саммите? Алексей Украину представлял президент Петр Порошенко. Он прибыл еще накануне и провел, как сам уточнил, 15 встреч с главами европейских государств и евроинституций. По итогам саммита президент заверил, что Украине удалось отстоять ключевые позиции. О перспективе членства, правда, речь не идет. Вот, хоть некоторые страны и настаивали на похожих формулировках, пообещать членство Украине сейчас Евросоюз не может. По многим причинам. А касательно Украины есть еще и отдельное решение. Напомню, после референдума в Нидерландах против ассоциации Украины ЕС, Брюссель принял документ, в котором гражданам пообещали, ассоциация не означает членство. Словом, вокруг формулировок велось множество дискуссий и в результате сегодня заявили, что каждое государство имеет право самостоятельно определять уровень амбиций в сотрудничестве с ЕС. Что же касается более практических результатов саммита, то договорились о перспективах доступа Украины к энергетическому и цифровому рынках ЕС. Также, как можно скорее заключить авиационный договор об открытом небе. Из новинок пункт в итоговой декларации, который разрешил присутствие миротворцев ЕС на Донбассе. Лена, а что с финансовой помощью для Украины? Перед саммитом говорили, что наша страна уже не получит обещанные 600 миллионов от Евросоюза. Литовские политики даже предлагали обсудить специальный план помощи Украины, так называемый новый план Маршала. Из этого что-то удалось или нет? Ну, нового плана Маршала в резолюции по итогам саммита нет. Ну и вообще в Еврокомиссии считают, что сейчас нет потребности в таком плане, так как предложенный Литвой проект помощи Украине фактически дублирует те средства, которые Украина уже получает от Евросоюза. А это больше 10 миллиардов евро за минувшие несколько лет. Впрочем, несмотря на то, что литовское предложение не прошло, Петру Порошенко удалось договориться о другом проекте финансовой помощи для нашей страны. Вишенку на торті домовились про то, что наступный тиждень Еврокомиссия випустит коммунике про очень амбитный проект макрофинансовой помощи на 2018-2019 годы. Три транша. Причем начинаем работать прямо с сичня, месяца 2018 года. Я дуже сподіваюся на те, що ці домовленості будуть реалізовані найближчим часом і наступного тижня чекаємо коммуники від голови Еврокомиссії. Речь идет о сумме в 1 млрд 800 млн евро. І важно, що деньги Брюссель дасть лише на определенных условиях, на которые Україна согласилась. Это подчеркнул президент Еврокомиссії Жан-Клод Юнкер. Каких именно, не уточнили, но напомню. В данный момент под угрозой срыва другой транш макрофинансовой помощи от ЕС на 600 млн евро, комментируя причины, в Еврокомиссії упомянули электронные декларации украинских чиновников. Мол, количество проверенных деклараций смехотворно. Кстати, эта тема обсуждалась в Брюсселе и вчера на встрече лидеров Европейской народной партии. Это самая влиятельная политсила ЕС, куда входят президенты евроинституции, а также главные лидеры Евросоюза. Например, немецкий канцлер Ангела Меркель. Кроме президента Порошенко, во встрече участвовали также мэр Киева Виталий Кличко и лидер партии Батьківщина Юлия Тимошенко, которая после консультации с западными партнерами подтвердила запуск проверки декларации. Это первое условие для новой порции помощи от Евросоюза. Перевірить декларации на предмет законности грошей, которые задекларировали, а по-друге притягнуть до ответственности тех, кто задекларировал, но не честно заработанные гроши, которые заработаны на базе коррупции. И поэтому те требования, которые ставят сегодня в Европе до Украины, в первую очередь нужны Украине, украинскому народу. А потом же они будут основой для того, чтобы Украине финансово допомагали. Причем не кредитами, а без, по сути, отдачи тех грошей, которые дают. Ну и можно сделать вывод, если наши чиновники все-таки постараются, то без помощи от Евросоюза наша страна точно не останется. Алексей. Спасибо, коллега. Елена Абрамович, наш европейский корреспондент, была с нами на прямой связи из Брюсселя. Ну, а мы вернемся через несколько минут после короткой рекламы. Кого не спасет ни от ложка? Супрун оставляет температурящих детей и гипертоников без скорой помощи, а из самих бригад убирает врачей. Как выжить и украинцам, и службе экстренной медицины? Битва пауков в ЛНР-овской банке. Кто стоит за путчем в Луганске? И как разборки сепаратистов может использовать Украина? Сделаем инвалидам быстро, дорого. Кто и как торгует инвалидными удостоверениями? И зачем чиновники и толстосумы покупают себе группу? Мы продолжаем. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. С миру по нитке Украине солидный долг. Мы одалживаем деньги на все. На реформы, на поддержку гривни, на медицину. Вопрос только, куда они идут? Наш следующий материал очень показателен. В этом году Всемирный банк выделил Украине 250 миллионов долларов. Часть этих денег потратили на покупку новых карет скорой помощи. Их с показательной чиновничьей помпой передавали в разные области. В том числе и в Ривненскую. Но оказалось, что машины почти полгода простаивают в гаражах. А больных возят на разбитых газелях. Как украинские чиновники просеивают кредитные миллионы? И на Белецкое дальше. Это было ярким событием лета. У Ривненской облгосадминистрации красивым полукругом стоят 18 новеньких скорых. Их купили за деньги Всемирного банка. Украина на улучшение здравоохранения одолжила 250 миллионов долларов. Эти деньги направили в 8 областей. В Ривненской, например, работает над эффективностью лечения и профилактики болезней системы кровоснабжения. С 2015 по 2020 планируют освоить 2,5 кредитных миллиона долларов. Один из этапов обеспечения скорыми. Вот они. На них ушло полтора года труда консультантов. Александр Нечаев водитель Ракетинской райбольницы. Он один из 18 счастливчиков, которые пригнали в районы новенькие кареты. Но на этом аттракцион щедрости закончился. Уже пятый месяц эта скорая ездит только вокруг гаража. В ней не ездили, потому что она не зарегистрирована. И что она на красных номерах на времени. Машины купили, но пользоваться ими нельзя. Не используемся. Так она стоит в упаковке. Это такая же скорая в соседнем Сарнинском районе. В салоне постелили коврик, чтобы не портить новенький пол. Но спасать жизни не могут. Не зарегистрировано в связи с тем, что нет денег. Дается на регистрацию только 10 дней. После того нужно уже зарегистрировать. А все из-за обычной халатности. Помпезно вручая машины, чиновники и консультанты Всемирного банка попросту забыли, что их необходимо регистрировать. А значит, заплатить в пенсионный фонд. Мы узнали, что нужны деньги для постановки на облик этих автомобилей. Так же после передачи. После того, когда уже был выклинанный контракт. Кареты скорой помощи купили у предприятия Автоспецпром, которое принадлежит ценовьям известного украинского хирурга Эмиля Фистоля, который остался работать в Донецке. По нашим данным, Автоспецпром ввозит автомобили, потом их переоснащает, но по документам является производителем. Берут автомобиль, легковый автомобиль берут. Перелбоднали под швидку, сертификовано. И в классификатор писали легковый кома, швидка допомога. В сервисном центре МВД с такими машинами сталкиваются не впервые. Уверяют, это можно было предусмотреть. Оскільки цей транспортный засіб легковый, сплачивается 3-4 або 5% до Пенсийного фонда Украины на областковое пенсийное страхование. Деньги, а это 70 тысяч гривен за каждую машину, пока нашлись только в двух районах. Остальные 16 скорых простаивают в гаражах. А пока больных возят на старых УАЗиках и Газелях, где нет возможности вентилировать легкие или завести сердце. Но скорые не единственные, куда намерены вложить одолженные у Всемирного банка деньги. Тут должны отремонтировать и оснастить 72 амбулатории, обучить специалистов и закупить кардиооборудование. Самая дорогая покупка – ангиограф для Ривненской областной больницы. Здешний аппарат вышел из строя. Это ВИН 16 лет назад, да, это ВИН поставлен. Цена аппарата в 16 лет назад, в 17 даже. Под новое оборудование готовили и новую операционную площадку под генератор. Из бюджета на это потратили 1 миллион 400 тысяч гривен. Но, как и со скорыми, опять что-то пошло не так. Консультанты Всемирного банка по итогам тендера выбрали фирму-поставщика ангиографа. Ее представители осмотрели помещение и постановили – надо переделывать. Деньги опять просят у бюджета. 1 миллион 300, до 1 миллиона 400. Был загальный проект, который сделан, скажем так, под стандартный ангиограф. Зачем поспешили с ремонтом управления здравоохранения, говорят, мол, не могли предусмотреть, кто победит в тендере. Если бы мы не начали этот ремонт, мы не достигли бы под эту дату сделать те ремонты, которые там четыре конструкции, которые там нужны. Но до сих пор ничего так и не установили. Зачем же было спешить, рискуя сотнями тысяч государственных денег? Я не готов сейчас ответить, в чем тонкость, потому что я не будильник, мне сложно сказать, что там перерабляется. Это консультант по связям с общественностью в проекте. Его услуги обходятся дешевле, чем услуги его коллег. Всего 32 тысячи гривен в месяц. Больше всех получает консультант по вопросам управления субпроектом бывший глава Ривненской области госадминистрации Сергей Рыбачок. Около 54 тысяч в месяц. Для Ривного такие доходы весьма впечатляющие. А всего за неполных два года на семерых специалистов потратили более 6 миллионов кредитных денег. Вот только успехи пока весьма сомнительны. Из того, что можно потрогать, только скорые, да и те пока по гаражах. Правда, в Дубровице взяли день, наплевали на условности. И на свой страх и риск задействовали в работе ренемобиль. Первый рейс был в ожоговый центр. Ну, в основном, оно переважно ДТП. Тяжкие хворы, кому потребуется кисень. Не вижу доценности в том, чтобы машина стояла в гараже, а хворые, ну, как, страдали и помирали. Проект Всемирного банка должен завершиться в 2020 году. Может, к тому времени улучшение здравоохранения заработает для людей, а не только для тех, кто к нему имеет отношение. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Ривненская область. Отсутствие должной коммуникации с обществом. Это главный диагноз нашему министерству здравоохранения. Ведомстве до сих пор не могут внятно объяснить нормы медреформы. Результат – шквал возмущений. Самый свежий пример. Новое правило работы не от ложки. Фельдшеров скорой помощи хотят заменить парамедиками, но ездить они будут не на все вызовы. К примеру, по словам самой Ульяны Супрун, высокая температура или скачки давления у ребенка – это не повод вызывать скорую. Хотя это может быть симптомом ряда смертельных болезней. Но Минздраве объяснили. Таким образом хотят приучить пациентов обращаться к семейным врачам. По новым правилам не от ложка должна приезжать только при серьезных травмах и болезнях. В экипаже будут два парамедика и водитель. Они не могут ставить диагнозы и назначать лечение. Их задача – живым довести пациента до больницы. Фельдшеры в панике. Они боятся массовых увольнений и готовятся выходить на митинги. Как далеко это возмущение медиков может зайти? И действительно ли Украину ожидают акции протеста работников скорой помощи? Давайте-ка зададим эти вопросы как раз тому человеку, который и инновации Супрун критикует, и протесты обещает Анатолий Сидоренко, руководитель независимого профсоюза работников скорой помощи. Сейчас на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Анатолий. Скажите, вы говорили, что реализация новых идей Минздрава по скорой помощи приведет к полному разрушению системы экстренной медицины. Что вы имеете в виду? Почему прогнозируете такие последствия? Все работники службы скорой помощи сейчас в шоковом состоянии. Почему? Водители не могут понять, как они могут за месяц выучить основы анатомии, физиологии, гинекологии, педиатрии, акушерства. Работники фельдшера скорой помощи не могут понять, как они за месяц смогут взять, научиться водить машину скорой помощи. Это не просто автомобиль и велосипед. Определенные задачи, которые поставлены для этих машин, ездить быстро, оперативно, на вызова, затрудняет. Я даже, если сравнивать реформу полиции, только с ужасом можно подумать, сколько машин у нас будет перебит. Эта машина стоит миллион двести тысяч гривен. А что будет с врачами? Это вообще катастрофа. Ни одна больница не подготовлена для того, чтобы работники врачей скорой помощи перешли в эти стационары. Потому мы настроены очень по-боевому. В течение недели мы уже проводим акцию пикетирования методом в 12 часов, сигнализировали для населения. Вот таким образом мы пока не возмущаемся. Планируем мы дальнейшие акции. Анатолий, а вы действительно, скажите, искренне верите в то, что подобные акции могут вам помочь в этой борьбе с Минздравом? Вот по моим наблюдениям, пока на Ульяну Супру никакие подобные акции протеста еще не подействовали. Мы ездили в Киев четыре раза. Мы митинговали возле МОЗа, мы митинговали возле Верховной Рады. И мы поняли, что наша власть не услышит нас. Мы эти акции делаем для нашего населения. Я хочу всем вам сказать, что мы для них рабы. Они нас слышат только тогда, когда нужно идти на выборы и голосовать за них. Когда приезжают первые лица нашей страны, наш город, они требуют, чтобы машина скорой помощи была только революционная бригада. Чтобы там только были врачи с высшей категорией. А для простых людей, да, это парамедики. Это те люди, которые привозят в стационар, можно сказать, практически без оказания помощи. Анатолий, мне понятны ваши эмоции, но давайте все-таки попробуем разобраться, что могло двигать авторами подобного законопроекта. Вот эксперты некоторые говорят, что новые правила работы скорой помощи очень уж выгодны для частников. Да слушайте, пожалуйста. Если за счет государства будут приезжать только парамедики, то вот частные скорые помощи, они, конечно же, смогут прислать врача, фельдшера, но возьмут за это солидные деньги. Возможно, что новые правила от Минздрава – такой скрытый способ внедрения платной медицины в скорой помощи? Вы смотрите прямо в корень этой причины. Мы тоже об этом думаем. Мы большие конкуренты, потому что это единственная служба, бесплатная, доступная для нашего населения. Как только они нас уничтожат, поверьте мне, частники заживут очень хорошо. Но кто пострадает? Пострадает, прежде всего, наше население. С такими пенсиями, с такими заработными платами, как у нас, это будет просто катастрофа. Ну что ж, спасибо вам. Я со своей стороны могу пообещать, что как журналисты мы обязательно будем очень внимательно следить за развитием всей этой истории. Анатолий Сидоренко, руководитель независимого профсоюза работников скорой помощи, отвечал на мои вопросы. Вот что любопытно. Эти и другие скандальные инновации Ульяны Супрун обсуждают где угодно, но только не в украинском парламенте. Как будто там свое дело уже сделали. Проголосовали? Можно забывать. Впрочем, у депутатов до конца года есть еще две пленарные недели. Могут ли политики вернуться к теме здравоохранения? Мы задали этот вопрос представителю оппозиции, ведь именно оппозиция Ульяну Супрун критикует больше всего. 70% населення невдоволенна качеству медичных послуг. И поэтому медичная форма назрела. Но что случилось, когда парламент принял закон о измене в медицинском обеспечении? Практично в условиях, когда 60% населення находится за межой бедности, на законодательном уровне закрепили платную медицину без соответствующих джерел финансирования для людей. Наша фракция пропонувала страховую медицину, так как это сделано на Заходе, так как это сделано в Европе, в усих цивилизованных странах. Нас не послухали и сделали то, что сделали. В соответствующем, мы направили уже обратно к Конституционному суду. Мы требуем отменить медичную реформу, потому что это практически медичный геноцид на реформе. У нас в стране есть множество коррупционных кормушек и схем. Но это тихая заводь взяточников, которой редко интересуются правоохранители и журналисты. Хотя там зарабатывают колоссальные деньги. Это система получения инвалидности. Сейчас в Украине почти 3 миллиона человек имеют справку об инвалидности. За последние годы их количество увеличилось. И это понятно, в стране война. Но вот проблема. Даже атошнику с серьезным увечьем не всегда удается получить статус без взятки. А вполне здоровые чиновники при деньгах легко оформляют нужную группу. О системе на коррупционных костылях смотрите материал наших корреспондентов. Коррупционная кормушка с неограниченными возможностями. Вот видно по лицу, что вот ждут денег. Система с ампутированной совестью и слишком хорошим денежным аппетитом. У меня, как хворого, вымогали на тот час эквивалент тысячи долларов. Схема получения инвалидности – механизм, доставшийся нам еще от советских времен, но сейчас приправленный безнаказанностью. Чтобы оформить справку об инвалидности, человеку нужно пройти бюрократическую круговерть. Или же дать взятку. Система такая. Больному сначала нужно получить диагноз у врача, потом доказать его в медико-социальной экспертизе, ведомстве которой и выдает справки. Людей успешно могут отбирать и там, и там. Это фото из Запорожья. Месяц назад полиция поймала за отделением больницы. Доктор продавала липовых справок об инвалидности на 36 тысяч гривен. Но этот случай, скорее, исключение. В основном врачи остаются непойманными. Парамедик Елена Масичук первую контузию получила еще в 14-м в зоне АТО. Но не уехала, осталась на фронте. После чего были еще две контузии. Мне сделали МРТ головы, спины, то есть обнаружили, что у меня повреждение мозга, нервов, у меня трещины в позвоночнике, у меня трещины в тазе. То есть война дала свое. Врачи сразу установили. Это вторая группа инвалидности. Можно оформлять. Но МСЭК отказала. Традиционно не хватило подтверждений. При этом Елене сразу сделали предложение. Заплатить так называемый волонтерский взнос. Однако денег у девушки не оказалось. И в итоге ее признали здоровой. Мне ставили онкогематологию в 2011 году. В наследок. Да, там прописано. Свою третью группу Вячеслав Кирейз заработал еще на службе в Советской Армии. И оформил статус инвалида только 6 лет назад. Именно тогда и узнал, что справку об инвалидности можно банально купить. У меня требовали, но требовали через других представленных людей. И то есть извинувачивать напрямую работников МСЭК неможливо. Но из-за этого стало то, что я не дам. Ну, из меня, как хворого, требовали на тот момент эквивалент 1000 долларов. И на этом зарабатывают целые состояния. За забором черкасская медико-социальная экспертиза. Претенденты на инвалидность приходят за одобрением именно сюда. МСЭК хоть и не режимный объект, но попасть внутрь крайне сложно. Пропускают только по предварительной записи. Этот мужчина привез жену на комиссию, а сам вынужден ждать под забором. Нашему визиту сотрудники МСЭК тоже не рады. Даже вызвали полицию. Мы хотим до вас пройти. Я не могу вас пропустить? У нас идет прием? Мы хотим подивиться, как у вас идет прием. Нет, вы не имеете права. Это конфиденциальная информация. На территорию комиссии мы попадаем как раз с патрульными. Руководство экспертизы не оказалось. Персонал комментировать что-либо отказался. Сказали только, что отгородились в целях личной безопасности. Каждый день погрожают. Я тебя порежу. Ты прибью, и вы меня извините, пожалуйста. Почему такие учреждения охраняют не хуже режимных объектов? Эксперты объясняют довольно просто. Выдача справок об инвалидности любит тишину. Держава не хочет использовать бюджетные деньги, социальные деньги, Министерство социального на доплату и компенсацию. Это первое. А второе, власне, ци затруднения, скажем так, Можно использовать для разных способов отримания денег. Тим, кто это делает. Коррупция в медицине пустила метастазы. Статус инвалида получают совершенно здоровые люди. Прежде всего, это все силовые структуры. Это все колишние и теперешние чиновники, Особенно, скажем так, полиция, бывшая милиция. Немало и прокуратуры, немало и чиновников местных, Какие, скажем так, в обл. администрации, Чи в местной администрации, Они являются инвалидами высоких групп. Зазвучит это другая группа инвалидности. Она даёт большую количество пильг. Всё могут королям, точнее, прокурорам. 100 тысяч гривен в год. Такую помощь от государства уже три года Получает черкасский прокурор Александр Кожушка. А всё потому, что, как он сам утверждает, инвалид. Кожушка обзавелся элитной недвижимостью И меняет авто премиум класса. Продается Элексус за 125 тысяч гривен, 5 тысяч долларов. И на её месте купляет Тойоту Секвои 2008, В том, что справка об инвалидности Липовая Заподозрили местные СМИ. Сам Кожушка утверждает, Все богатства – наследство от деда. А за что получил инвалидность, Предпочёл оставить в тайне. Чтобы купить инвалидность, Увечья не нужно. Достаточно иметь деньги. Минимум тысячу долларов. Сумма зависит от группы. Чем выше группа, тем больше льгот. В наборе ежемесячная пенсия. Бронят увольнение на работе, Бесплатный медобслуживание и проезд в транспорте. Льготы при поступлении в ВУЗы и налогообложения. Очень важная педра, на мою думку, Это компенсация людям, 50% от сплаты за коммунальные послуги. Получается быть в Украине инвалидом выгодным. Точнее, здоровым псевдоинвалидом. А вот те, кто действительно нуждаются в помощи, Должны отбивать пороги чиновников, Увертываясь от коррупционных ловушек. Любовь к куклу Станислав Кухарчук, Геннадий Аникиенко и Павел Тимошенко. Подробности недели. Телеканал Интер. Паучьи бои, бандитские разборки, военный путь. Именно так называли то, что сейчас происходит в Луганске. Фактически, там произошло свержение власти. Глава фейковой ЛНР Плотницкий поссорился со своим главным, так сказать, милиционером. Сначала бежал в Россию, ну и вот сегодня заявил о своей отставке. При этом останется в Минском процессе, как один из подписантов соглашений и представитель так называемой ЛНР. Но кто и что стоит за переделом власти? И чего ждать дальше? О воинственных марионетках, псевдореспублик и их кукловодах Ирина Баглай далее. Зеленые человечки с белыми повязками на рукавах. Это знак отличия свой-чужой во время боевых действий. Но все происходит в, казалось бы, мирном городе, где рядом с вооруженными ходят безоружные. Улицы перекрыты бронемашинами, БТРами и вот российский «Тигр». Нет, это не кадры из Крыма 2014 года. Это Луганск, оккупированный уже четвертый год. Люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняют своих действий. Мы работаем за местами на калибр. Совместные лечения. Ответ на следующий день дает так называемый глава псевдореспублики ЛНР Игорь Плотницкий. Это вооруженная попытка захвата власти. Тем временем в Луганск заезжают колонны военной техники, тысячи военнослужащих и все из Донецка. Да там сколько пить. Да глянь, посмотри, одни КамАЗы. Я просто не понимаю, что сегодня будет Луганск происходить у нас. Это просто нереальные вещи. Походу война будет сегодня. Как бандиты с оружием захватывали родной Луганск, хорошо помнит Андрей Дегтяренко. Журналист сбежал в Киев, сейчас поддерживает связь с земляками. Говорит, ощущения у них те же. Страх. У нас появилось ощущение, что мы возвращаемся в 2014 год. По городу тогда ездили разные банды и никогда нельзя было понять, кому ты попадешь в лапы, если тебя вдруг кто-то остановит и потащит на подвал. С кем нужно договариваться. А на единственном телеканале команда Плотницкого рисует параллельную реальность. Готовимся отмечать Новый год. Как оказалось, в этот раз за оружие схватились силовики, так называемый ЛНР, в ответ на решение Плотницкого убрать непокорного ему главу, так называемого МВД, Корнета. Их конфликт давний, а обвинения комичны. Один захватчик обвиняет другого в мародерстве и беззаконии. Плотницкий на отжатом автомобиле лично едет выселять Корнета из отжатого дома. Прокуратура, Народный совет, МГБ, все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили, поэтому освобождайте дом. Идите, только пожалуйста посмотрите, все ли на месте, опись, составьте. Здесь у меня был полностью мой гардероб, нет ни одной вещи. Корнет в ответ перекрыл центр выстрела вооруженных людей. Назвал все это борьбой с украинскими диверсантами, ближайшими соратниками Плотницкого. Были выявлены достаточно многочисленные агенты влияния украинских спецслужб, которые проникли, глубоко проникли, я хочу сказать, в органы власти. Все стали укропами, как говорит Корнета, и прямо тут через одного. Дальше больше оказывается главный укроп Луганска сам Плотницкий, который готовился встречать украинские войска. За мало не получилось вернуться в ныне. В реальности за мало. Буквально неделю три. Помощь Корнету из ДНР перебрасывают бойцов и даже призывают Захарченко ввести войска. Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганско-народную республику, чтобы реализовать идею 2014 года создания новой войски. Почему приказу ДНРовцы вместе с людьми Корнета проводят зачистки в госучреждениях? Принудительное слияние ДНР и ЛНР не верит дончанин Сергей Гармаш. Он тоже бежал из Донецка в мирный Киев. Я прекрасно знаю все исторически. Всегда были противоречия между Луганском и Донецком. Эти противоречия, это всегда борьба за ресурс, за свою территорию. Эти противоречия очень серьезные. Не думаю, что они стали сейчас меньше, скорее больше, поскольку они между собой установили границы и таможни даже. Причина междоусобной войны банальна. Контрабанда, бизнес, рынок, все то, чем могут поживиться боевики. Но кто кукловод? То, что происходит в Луганске, это всего лишь отражение того, что происходит в Москве на самом деле. Если бы это были внутренние разборки, они бы не приобрели вот такой, скажем так, публичность. Луганский кризис демонстрирует слабость и Плотницкого, и Захарченко. Это же не только внутренние разборки там, в середине, между этими бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это, до речи, очень четко доводит, что сама Россия там всем рулит. По одной из версий, оккупированный Донбасс кремлевские кураторы поделили между ведомствами. Кукловоды с бунтовавшихся силовиков – ФСБ. На происходящее из Москвы реакция скупая. Там попросту отстранились, назвав это внутренними делами. Интересно, что мелкий конфликт, который начался с тяжбы за какой-то чужой дом, может, в принципе, дорасти не просто до того, что головы полетят во всем Луганске, в оккупированной части Донбасса, но и в Москве. Сейчас для Плотницкого страховка его подпись под Минскими соглашениями. Для того, чтобы ее сохранить, им нужно, чтобы все-таки сохранялся Минский процесс, только он дает субъектность. Москва заинтересована в сохранении Плотницкого и Захарченко. Это последняя соломинка, за которую сейчас хватается Плотницкий. То есть, по факту, его надежда на то, что он, во-первых, хотя бы останется живым, как минимум, на год, до ноября 2018 года, когда у сепаратистов могут пройти новые выборы. Самого Плотницкого уже засекли в Москве, в аэропорту, налегке. С собой взял один костюм и сумку. Вернется ли назад? Большой вопрос. Мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет. Кто станет во главе бандформирований ЛНР-ДНР? Их имена не настолько ценные для Москвы, как сама оккупированная территория. Не комментируя происходящее, Кремль все же побеспокоился об обороноспособности своих наемников. В Украину зашла колонна российских танков. А в Киеве пока наблюдают за всем происходящим. Президент собрал военный кабинет и привел в боевую готовность резервные силы. Ирина Баглавич, Слав Фролов, Никита Исайко и Наталья Неделько. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну а что прямо сейчас происходит на фронте, можем узнать у нашего корреспондента Геннадия Вивденко. К сожалению, весь день новости были очень плохие. За прошедшие сутки погибли пять украинских военных. Геннадий, приветствую. Скажи, продолжаются ли бои до сих пор? И что происходит в тех поселках, которые удалось освободить нашим военным? Прошу. Алексей, несмотря на очевидное обострение на линии фронта и трагические потери, за минувшие сутки украинская армия улучшила тактическое положение. Именно так это называется в трактовке штаба АТО. В районе оккупированной Горловки. Я только что вернулся оттуда. Вот что мне рассказал боец, участвовавший в штурме позиций боевиков. Дорогие противника подошло к нашим опорникам. Незамеченными не остались. Завели бой. Преследовали противника. Они попытались закрепиться в Травневом. Продавили классически. Закрепились сами. Все удачно. Старались интенсивный огонь не вести, потому что мирные жители. В результате боя были освобождены Гладосова и Травневы. Ни один украинский воин по официальным данным не пострадал. Боевики в панике отступили, бросив оружие. Жители были рады, что наконец-то в этих поселках появилась законная власть. Ну и жители освобожденных поселков, это около ста человек по нашим подсчетам. У них даже не было медицинского обслуживания. Военные сразу начали оказывать помощь. В первую очередь передали противогриппозные средства. Все люди болеют. Все нет возможности выехать, попасть в больницу. И нам как бы нетрудно оказывать помощь вообще. Мы всегда. Сегодня людей много приняли. Все довольны. Завтра еще придут. Приятно с людьми работать. Люди все добрые, отзывчивые. Нарушение минских соглашений не произошло. Согласно им эти поселки, украинская зона ответственности, Алексей. То есть эти населенные пункты должны быть под контролем Киева. Вместе с тем отмечу, уже который день по позициям в этом районе, в районе Светлодарской дуги, противник продолжает вести огонь. Алексей, это пока все. Спасибо. Геннадий Вивденко продолжает работать в зоне АТО. Ну а на свободной территории Украины вспышка минирований. Шесть аэропортов. Киев, Борисполь, Одесса, Винница, Днепр и Ивано-Франковск. Эвакуировали как минимум сотни людей. После того, как спецслужбы проверили эти объекты и ничего подозрительного не обнаружили, пришлось эвакуировать еще торговые центры во Львове и Виннице. Звонки об их минировании поступили буквально несколько часов назад. Странная история сегодня и в британской столице. Сначала пришли новости о теракте. Жители Лондона начали звонить в полицию и сообщать о выстрелах в метро на Оксфорд-стрит. Полицейские приняли десятки панических звонков. Всех людей в срочном порядке из подземки эвакуировали. А от центра Лондона оцепили вооруженные полицейские. Очевидцы писали в соцсетях, что в панике перепуганные люди выбегали из метро, толкали друг друга и падали на землю. Одна женщина в давке получила незначительные травмы. Позже выяснилось, что панику спровоцировал сигнал тревоги в торговом центре рядом с метро. Никаких следов оружия и самого стрелка полиция не обнаружила. Метро уже возобновило свою работу. 235 погибших и сотни раненых. В Египте масштабный теракт. Боевики напали на мечеть в деревне Эрауда на севере Синайского полуострова. Все произошло во время утренней молитвы, когда в мечети было очень много людей. Террористы сначала взорвали бомбу, а затем открыли огонь. Обстреливали даже кареты скорой помощи, которые прибыли на место. Ответственность за теракт взяло на себя исландское государство. В Египте уже объявлен трехдневный траур. Но задержать или ликвидировать террористов египетские силовики так и не сумели. Германия на этой неделе откровенно удивила. Причем дважды. Сначала громкое заявление Ангелы Меркель, что переговоры о формировании нового правительства провалились. И Германию ждут внеочередные выборы. Наблюдатели даже предположили, что это может означать конец эры Меркель. А уже через несколько дней последовало второе громкое заявление. В ситуацию вмешался президент Германии Франк Вальтер Штанмайер. И после общения с ним возможные партнеры Меркель по коалиции заявили, что никаких выборов не нужно. Давайте, мол, договариваться. Что происходит в Берлине? И правы ли те аналитики, которые утверждают, что нынешние немецкие топы просто испугались падения рейтингов? Давайте узнаем у Татьяны Лагуновой, нашего корреспондента в Германии. Она сейчас на связи со студией нашей программы. Таня, приветствую. Скажи, ну вот что это за новости, настолько непохожие в принципе на Германию? Что, ну, чехарда, можно так сказать. То выборы, то уже не выборы. Чем все это может закончиться? Алексей, ну сейчас именно тот редкий случай, когда можно сказать, а непонятно, чем это все в Германии закончится. Еще вчера у Ангела Меркель был единственный вариант избежать новых выборов. Сформировать правительство меньшинства. Канцлер этого не хотела, все шло к перевыборам. А в СМИ даже называли возможную дату 22 апреля. Но сегодня ночью все изменилось. Социал-демократы, которые не раз отказывались снова ввязываться в большую коалицию с христианскими демократами, сменили категорическое нет на возможно. Произошло это после личной встречи Мартина Шульца с президентом Германии, социал-демократом Франком Вальтером Штайнмайером. О чем шла речь за закрытыми дверями, точно неизвестно. Но после этой беседы Шульц срочно созвал руководство партии для консультаций. Заседали СДКи практически до утра, и вот результат. Мы решили принять приглашение президента и начать переговоры с лидерами других партий. В ближайшие недели и месяцы будет много встреч. Каждый шаг мы будем обсуждать. Если в результате этих переговоров мы решим принять участие в формировании правительства, этот вопрос будет вынесен на голосование членов партии. Готовность говорить это, конечно, еще далеко не коалиция, но уже шанс на то, что новых выборов удастся избежать. И политики, вероятно, им воспользуются. Поскольку перевыборы могут превратиться в пустую трату сотни миллионов евро без принципиально нового результата. Ну а как так получилось, что Германия оказалась в глубоком политическом кризисе? Почему провалились коалиционные переговоры, которые партии вели два месяца? И кто больше других выиграет от новых выборов? Далее в сюжете. После Брекзита и избрания Дональда Трампа президентом США политическая турбулентность добралась и до, казалось бы, предсказуемой Германии. Ровно два месяца назад немцы выбрали новый Бундестаг. И не исключено, что вскоре будут его переизбирать. Немецкие партии пока что не смогли договориться о создании правящей коалиции. Такого в современной истории Германии еще не было. Коалиция Ямайка, которую пытались построить, была сложной и, по сути, экспериментальной. Никогда раньше союз из христианских демократов, зеленых и либералов страной не управлял. Дело шло туго, переговорщики часто заседали до глубокой ночи. Который вообще час? Ого! Спорили без конца, когда закрывать угольные ТЭС, вводить ли граничную квоту на беженцев и разрешать ли им забирать в Германию семьи. Но все это время лидеры партии обнадеживали. Еще немного, и все получится. Не получилось. После нескольких недель переговоров у нас сформировался документ полной противоречия, открытых вопросов и конфликтов интересов. Мы не желаем нести за него ответственность, и многие его пункты считаем вредными для страны. Лучше не править, чем править плохо. До свидания. Почему либералы вышли из процесса и похоронили коалицию, непонятно. Лидер партии отделался общей фразой, не почувствовал между партнерами доверия. Дескать, насчитал в документе 237 спорных моментов. У партнеров сложилось другое впечатление. Мы считаем, что находились на правильном пути и были близки к согласию. Сейчас нужно хорошо задуматься, что будет дальше с Германией. Но я, как действующий канцлер, обещаю сделать все необходимое, чтобы эффективно управлять страной в эти тяжелые недели. Мы были готовы идти на компромиссы, даже переступая через свои болевые пороги. Но это же должны были сделать все стороны. Ямайка уже в прошлом. Сейчас в Германии обсуждают другую политическую конструкцию. Союз христианских демократов и эсдеков. Штаб-квартира немецких эсдеков. Именно здесь сейчас решается ближайшее политическое будущее Германии. Социал-демократы, которые до и после выборов категорично заявляли «Нет, нет, больше никакой большой коалиции», неожиданно сменили тон. Мол, ничего не обещаем, но говорить готовы. Когда начнутся переговоры, чего потребуют социал-демократы от христианских и закончатся ли они созданием коалиции, вопрос открытый. Но что будет в случае провала, уже понятно. Новые выборы. Политологи уже прогнозируют более низкую явку и неутешительный для Меркель результат. Люди могут сказать, мы уже недавно выбирали, почему мы должны идти снова. Кроме того, нет никакой гарантии, что новые выборы упростят политическую ситуацию. Результаты могут оказаться такими же, если не драматичнее. Драматичнее, это если выигрыши окажутся партии, которые не разочаровали избирателей, не завалили коалиционные переговоры и не меняли свои планы. Таких проходных партий две – левые и крайне правые. Альтернатива для Германии. Опросы показывают, что наши рейтинги растут, так что новые выборы стали бы для нас хорошим вариантом. Но не будем спекулировать, все зависит сейчас от решения президента. Если левые и правые наберут больше, то Ангела Меркель окажется в патовой ситуации. И чтобы удержаться в кресле и получить большинство в парламенте, ей придется начинать переговоры с нуля. Причем по старому сценарию. Либо с эздеками, либо с либералами и зелеными. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности недели. Немецкое. Бюро телеканала Интер. Художница Зинаида проведет арт-акцию в столичной галерее Лавра. Впервые она представит все свои знаковые работы за последние 7 лет в одном пространстве. Тема экспозиции – исследование украинской культуры. Во время акции художница предложит посетителям забрать любую понравившуюся им работу, а на ее месте оставить письменное послание, которое, в свою очередь, станет частью выставки. Акция будет длиться с 25 ноября до 2 декабря. Ее завершение должно ознаменоваться абсолютным освобождением пространства от работ Зинаиды. Все работы делали для людей. Поэтому я считаю, что они должны быть приняты людям. Но здесь представлена половина моих работ. И другие работы уже реализованы. Я считаю, что это должен быть финальным актом моей передней творчести. И я не имею права себе позволять это чувство жальности. Я не ожидаю комплементарных каких-то реплик. Я просто не даю возможность оставить рефлексию, будь-який отгук. Эти белые полотна, на которых будут оставлены отгуки людей, они станут частью этой экспозиции. И на конце выставки, на конце акции можно будет смотреться эти отгуки, которые станут частью этого простора. Вы смотрите «Подробности недели». Мы продолжим наш эфир после рекламы. И я снова приветствую самых преданных или самых стойких зрителей «Подробности недели» с Алексеем Лихманом. Давайте продолжим анализировать и обсуждать самые важные или самые яркие истории недели, которая вот уже подходит к концу. Уже несколько лет подряд в госбюджете Украины среди приоритетных статей расходы на силовиков, на полицию, прокуратуру, спецслужбы тратят все больше и больше. Одно только МВД в следующем году должно получить более 60 миллиардов гривен. Казалось бы, сумма очень немаленькая. Но при этом денег силовикам не хватает даже на по-настоящему принципиальные расходы. Например, полицейские, раненые на службе, вынуждены буквально выбивать положенные им выплаты. Почему это происходит и насколько распространена такая проблема, выяснял Руслан Смещук. Красивая новая форма, иностранные машины и селфи-успех. А ко всему этому бесплатное приложение «Риск для жизни». 18 погибших и более 700 раненых. Это черный список потерь новой украинской полиции. Работа Копова одна из самых опасных в мире. И в развитых странах правоохранителей защищают соцпакетом и гарантиями. А что же у нас? Эта история прогремела на всю Украину. Воры-домушники в Днепре бросили в пятерых полицейских гранату. Пострадали все. Но больше всех Сергей ему пришлось ампутировать стопу. Сейчас Сергей уже идет на поправку. А через пять дней после операции начал осваивать костыли. Сергей опытный полицейский в органах более 20 лет. И даже сейчас мечтает вернуться на службу. Для этого будут все возможности. У меня есть. Единственная возможность работать дальше и жить полноценно – это протез. Но стоит он дорого. С деньгами Сергею обещали помочь. Обещают и больнице посодействовать, и руководство нас в полиции заняться этим вопросом. Кроме Сергея в ту ночь ранения получили еще трое копов. Оплатить лечение им обещали в мэрии. А еще выплатить компенсацию по 40 тысяч гривен. Максимальный размер, который мы можем удавать. Единоразовая денежная компенсация в случае ранения – это именно то, на что может рассчитывать украинский полицейский. Выплаты зависят от тяжести увечья. От 100 до 600 тысяч гривен. Лечиться коп может в ведомственных больницах. Естественно, бесплатно. Но в действительности наши правоохранители зачастую оплачивают лечение из своего кармана. Как такое возможно, Том Ван Ковенбург не может понять. Если случается, что вас ранили, бельгийская власть покрывает расходы. Том – полицейский в Бельгии. Служит уже 14 лет. Говорит, социальный пакет для полиции очень хороший. Довольно высокая зарплата и обязательная страховка, которая покрывает все. Если полицейский не может выйти на работу в течение месяца или года, или даже пяти лет, ему выплачивают сумму, равную зарплате. И он может обращаться к врачу сколько надо. Все покрывает страховка. В случае гибели при исполнении, а случается такое в Бельгии крайне редко, семье выплачивают одноразовую компенсацию. Получается сумма, не скажу точно какая, но этих денег хватит семье на проживание не больше, чем на год. А если маленькие дети в семье, есть какая-то помощь? Нет. Правда? Есть сумма, которую единоразово получает семья, и это все. В Украине тоже семьям погибших правоохранителей выплачивают единоразовую компенсацию. А еще по советской традиции обещают квартиры. Вот только дают обещанное не всегда. Да и чтобы получить денежную компенсацию за ранения, зачастую нужно пройти непростой бюрократический путь. Вот это передняя стенка лобной пазухи, и вот он перелом. То есть вот сама пластина установлена, вот надбровная часть, лобная кость, и вот она, вот винты. И вот она такая, 4,5 на 2,5 сантиметра. Владимир Жемков показывает свои рентгеновские снимки. Он служит в патрульной полиции Запорожья. В феврале вместе с коллегами привез в участок нарушителей. Двое мужчин на Лексусе посреди улицы стреляли из пистолета. А уже в РОВД задержанные устроили бой. Владимиру сломали лицевую кость. Полгода в больницах, операции по установке титановой пластины и постоянные головные боли. Деньги на лечение и реабилитацию, а это десятки тысяч, собирало региональное управление. Помог один из местных депутатов и коллеги. Ведь доказать, что искалечили на службе, Владимир пока не может. Хотя есть даже видеонападения. Но такие, казалось бы, железные доказательства легко разбиваются о связи обидчика. Следствие стали просто затягивать. Мы не можем в суд попасть нормально, потому что у нас нет нормального обвинительного акта. Меня не могут ознакомить с материалами дела, открыть мне дело, для того, чтобы я посмотрел. Как минимум вторую экспертизу, которую мы проводили. Ее нет. Получив ранение прямо в участке, при имеющемся видео, молодой патрульный пытается доказать свою правоту. Но пока безуспешно. Рискуя своей жизнью на работе, мы имеем то, что за деньги будут, даже несмотря на то, кто ты, кем ты работаешь и где, за деньги будут делать много. Вот и получается, те, кто защищают закон, сами полноценной защиты иногда получить не могут. Руслан Смещук, Елена Миндалюк, Сергей Бордюжа и Елена Абрамович. Подробности недели. Телеканал Интер. Это были подробности недели с Алексеем Лихманом. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин